Всем привет! Немного новостей с поляна и из-за периметра. Совсем скоро, 10 октября, стартует новый формат телепроекта Дом-2. Вот Ксения Орлова переживает. Скоро будет новый проект, новые правила. Интересно, кто придёт, а кого уберут. Узнаем всё в понедельник. Девушка ответила на вопросы подписчиков. Свадьбу она хочет примерно через год, торопиться ни к чему. После свадьбы можно будет подумать и о детях. Сейчас же ребята хотят сделать себе парные татуировки. Артём Грант находится в Белоруссии, где отбирает на проект новых участников. Как я поняла, наблюдается нехватка парней. Также Артём оформляет визу в Польшу и делает попытки примирения с Аней Самониной. Как вы помните, Аня приревновала к Клаве Безверховой, с которой Артём активно переписывался. Клава говорит, что Грант с ней откровенно флиртовал. Артём же уверяет, что давно удалил эту переписку. Она ничего для него не значит и с Аней он честен, как никогда. У Кристины и Вани всё хорошо. Смотрите, какие лапочки. У Тиграна Салибекова всё-таки любовь в морковь с Натали. Это нельзя не заметить. А вот новенькая девочка проиграла и собирается прыгать в бассейн. Её поддержали парни, составили компанию. Как вы помните, Ромашовы уехали на Бали и ребята очень разочарованы. Жизнь там не сахар. Настя пишет, пока не можем найти подходящее жильё, оно стало очень дорогое. Мы немного на панике, поэтому нас в сторис так мало. Женя уверен, что во всём виноваты русские туристы. Судьба нас продолжает испытывать. Всё очень дорого. Даже халупы далеко от океана стоят по 1000 долларов. Также у Настюхи дико болит зуб. Ей ставили лекарство и временную пломбу в России. А здесь поставить постоянную пломбу стоит около 30 тысяч рублей. Она питается таблетками. Думаем, как это решать и где брать на всё это бабки. Такие цены – это вина русских туристов. Они приезжают и начинают без разбора кидаться деньгами, не знают цен. Спрос рождает предложение. Полгода назад жильё и всё остальное было в 3-4 раза дешевле. Болицы понимают, что с русских можно стрясти и начинают поднимать цены. Ну а зрители, подписчики удивляются, как можно поехать в чужую страну без денег, почему ребята не делали накоплений на проекте. И советуют обратиться к Купину. Он работает в фирме, которая помогает выбрать дешёвые перелёты и жильё. Но, как оказалось, именно Купин как раз и помог ребятам с переездом на Бали. Но сейчас он сам не может найти себе подходящую виллу из-за большого наплыва приезжих. Насте дают совет вот даже, как обойтись без зубного врача. У нас, когда стоит временная пломба и сильно болит зуб, врачи рекомендуют расковырять пломбу и полоскать содовым раствором. А жаль ли вам Настю и Женю? Пишите в комментариях. Юля Белая объяснила, что это за мужчина постоянно рядом с ней. Водит по ресторанам, устраивает свидание. Это мой очень хороший знакомый. Его зовут Артём. Он сочинил про меня стих. Я была в шоке, насколько он чётко меня описал. Стих длинный, нескладный. Смысл его таков. Юля не такая, какой кажется с первого взгляда. Не нужно смотреть лишь на внешний вид. В ней много силы, доброты, правды, совести. Она не одевает маски для людей, живёт, как ей самой приятно. Она переполнена волшебством, она достойна всех наград. Цветочек беленький, нуждается в любви, в тепле, заботе, ласке. И я желаю ей найти того, с кем будет счастье. Фанатам Юли, думаю, эти слова будут очень приятны. Таня Репина ответила на вопросы подписчиков. Говорит, что ей было очень тяжело простить Безуса после измены с Гориной. Сейчас у них всё более-менее хорошо. Репина даже о сыночке подумывает, которого назовёт Львом, Лёвушкой. А вот Алексей говорит, есть много несостыковок, но мы на пути к счастью. По крайней мере, когда мы проводим время вместе, нам уже и тепло, и уютно. Мы слышим друг друга. Это все новости на данный час. Подписывайтесь, будем сплетничать. И заходите на мой второй канал Ирин Дом. Слушайте авторские детские песни.